История созидательного духа Тяньши История 18. Глобальная сеть и модель интеграции В 2001 году господин Ли Цзинь Юань объединил деловых партнеров в глобальную международную сеть и предложил концепцию «люди, финансы, вещи» при эффекте агрегации ресурсов по модели 1 плюс 1 плюс 1 в сумме дают более 100. Таким образом произошла интеграция трех международных сетей – людских ресурсов, финансов и продукции. Так был реализован принцип «три сети в одной». В 2002 году господин Ли Цзинь Юань дополнил модель интеграции трех сетей в одну до модели взаимодействия шести сетей. Этими шестью сетями являются интернациональная сеть человеческих ресурсов, интернациональная финансовая сеть, интернациональный продуктовый интернет вещей, интернациональная образовательная сеть, интернациональная сеть логистики и интернациональная сеть туризма. Каждый деловой партнер Тяньши в интернациональной сети человеческих ресурсов должен выполнять пять ролей одновременно. Он одновременно является потребителем продукции, деловым партнером, собственником, держателем капитала, создателем прибыли и распределителем прибыли. Это также точная интерпретация философии бизнеса «семейное потребление создает богатство». Управление семейным потреблением создает еще большее богатство и способствует развитию. В 2002 году на международной конференции Тяньши в Джакарте председатель Индонезийской ассоциации прямых продаж господин Хилами, увидев эту модель, воскликнул. Это чудо индустрии прямых продаж. В июне того же года господин Лидзинь Юань совершил специальную поездку в Шиньян и сделал доклад для деловых партнеров Тяньши. В отчете он подчеркнул, взаимодействие шести сетей – это серьезный скачок в распределительной системе. Раньше существенная часть богатства компании на пути от производителя к потребителю распределялась среди средств массовой информации и оптовых продавцов. А мы направили эту часть на распределение между своими дистрибьюторами. Мы перестали обогащать СМИ и богатых оптовиков, а постарались обеспечить достаток каждой семье наших дистрибьюторов. Такой подход очень способствовал расширению бизнеса и привлечению еще большего числа людей в Тяньши. К концу 2003 года бизнес охватил уже 86 стран и регионов мира. В том же году господин Ли Цзинь Юань и профессор Ли Ин Цзю, директор Института частной экономики Китайской академии социальных наук, совместно опубликовали книгу «Теория новой замены», созданную на основе глубокого анализа практической основы вышеупомянутых теоретических построений. В своем отзыве на нее председатель Федерации промышленности и торговли Китая господин Цзинь Шупин написал, «В книге с совершенно новой точки зрения проведен систематический анализ и прояснена стратегия и тактика рывкового развития китайских предприятий в новом веке». В октябре 2003 года в Большом зале народных собраний в Пекине была проведена презентация книги «Теория новой замены», представляющая управленческую мудрость господина Ли Цзинь Юаня и высочайшую продуктивность Тяньши. Большое количество ВИП-гостей, в том числе из правительства Китайской Народной Республики, свидетельствовало о серьезности этой новаторской разработки. Таким образом, тяньшисты вступили на собственный уникальный путь опережающего развития и создали замечательные главы «Китайская национальная компания международного развития» и «Китайская национальная компания опережающего развития».